И снова здравствуйте, всем привет! Итак, команды готовы. Единственное, что нужно еще двух сделать с СССРовских игроков. Это я попозже там добавлю. И значит команда Германии почти в сборе. Есть тренер у команды Германии. В конце ролика покажу. Также один судья есть центральный, который будет бегать по полю. Боковые в принципе не нужны. Если что, то центральный может заменяться как бы для вида, для боковых каких-то сцен. Так, вратарь присутствует. Мяч есть. Теперь давайте залинкуем сюда. Сначала давайте уменьшим все это дело. Так, выбираем всех персонажей. Они у меня очень большие. Так, делаем английскую С. Уменьшаем их. Сейчас мяч тоже подкорректируем. Кости нужно, кость будет ставить. И линкуем сюда стадион. Чтобы был ориентир именно для анимации. Все персонажи есть в группе ВК для скачивания. Ссылку оставлю в описании. Так, это у нас получается мяч футбольный. Не тут. Судья. Судья. Да, вот он, судья. И коллекцию закидываем в соцсерфилд. Так, стадион присутствует. Я сейчас текстуру отключу. И будем делать как-то так-то. Так, уменьшаем, значит, наших персонажей. Перетащу их на ворота. Немножко приметить надо будет Так, тройка на нампаде. Есть вот неудобства вот этих вот перемещений. Ну, ничего. В процессе будет, наверное, понятно, что да как. Так. Чуть-чуть, наверное, еще поменьше. Ну, в принципе, вроде бы как бы и оно. Так, теперь у нас присутствует мяч. Вот он, мяч. Делаем ему S. Английская. G. Переносим к футболистам. Нужно приметить его по размеру к ногам. Так. Еще раз. S. G. Ну, вот где-то такой у него должен быть размер. По-моему, 24 сантиметра диаметра у него. Так. Ну, вроде бы подмечено. Так, следующий этап, который нужно сделать, это добавить, значит, в наш мяч кость. Shift-A. Сочетание клавиш. Находим арматуру Single Bone. Она появляется на пивоте. Вот тоже тут привязки у меня, в принципе, нету. Где им появляться? Да. G. Уменьшаем. S. Английская. Писка. N. Панель. Сейчас я включу скрин Коски. Забыл опять. Чтобы вы видели, что я буду нажимать. Это вот здесь слева, значит, появилась панелька. Так. Косточку, наверное, сделаю побольше, чтобы ее цеплять. Вот тоже на белом фоне белые персонажи исчезают. Так. Выбираем мяч, выбираем кость и делаем, значит, в постмод Ctrl-P Bone. Так. Привязка, по-моему, прошла. Можно изменить даже вид кости. Но это уже не суть вопроса. Так. Вратаря, значит, ставим на место вратаря. Так. И опять же, чтобы он не был высоко, значит, над землей. Так. Есть такое дело. Вроде бы, как бы, стал. Если что, так, тройка на нампаде. Вот. Надо подкорректировать. Пониже его посадить. Так. Теперь по этим персонажам надо разобраться. Закинуть сюда хочу сейчас GIF-анимацию. И по GIF-ке это все дело, значит, попробовать сделать. Так. Тройка на нампаде. Находим Add. Находим так. Empty Image. И сейчас по-моему GIF-ку надо переделать в MPEG-4 или формат MOV. Сейчас все это дело сделаю онлайн и закину сюда. Итак, конвертация прошла. Теперь, значит, опять же Add. По-моему, Empty Image. и закидываем сюда где она тут находится Image Open Download Format Вот это штука. Так. Тройка на нампаде делаем всему это делу S Единица на нампаде делаем R G Чтобы все это дело видеть Тройка на нампаде R Перекрутка Более-менее нормальную нашел, значит, анимашку вот именно рисованную 2D Ну, давайте все это дело попробуем повторить. Так. Мяч вверху вратарь в воротах будет наверное несколько роликов потому что тут походу дело долгое. так, значит, что, красный у нас на воротах СССРовский персонаж так, с СССР будет блокировать ну, здесь без разницы потому что можно будет потом значит, что сделать просто вот эту анимацию скопировать на тех игроков которые будут участвовать участвовать именно можно даже использовать к разным командам так, этого персонажа тоже R перекручиваем переносим G он должен быть где-то тут ну, постановка где-то вот такая значит черный это будет красный наш СССРовский и вот этот тот боковой значит будет фашист то бишь персонаж ага персонаж Германии значит нападает красный будет синий черный будет черный значит так теперь где у нас тут находится мяч нам нужно выбрать сначала наверное будем делать анимацию одного персонажа а потом следующих мяч тоже потом сделаем значит выбираем персонажа Германии и заходим в постмод так здесь рик значит миксамовский и особенности в том что перенос идет от так от косточки у нее называется как она рукость персонажа просто за тазу вы не перенесете так английская а именно так это значит лучше использовать наверное вот эту тукенцу если его только не будет по-другому ломать так вот как-то так-то н теперь будем горячими клавишами G ориентироваться теперь R нужно поставить в первую позу семерка на нампаде так вот здесь мне уже вот эти высоты не очень нравится потому что большая сцена это не с одним персонажем работать когда он по центру стоит к пивоту привязанный так дальше что отводим вот эту руку значит назад тут еще в чем особенность вот этого значит рига что у него вот эта локтевая значит кость она к ригу почему-то не привязана начинаешь привязывать и там отвязка идет и не очень есть гуд так значит это значит у нас нога на бег приподнята так тазовая кость G значит упор на ногу а эта нога у него оторвана и значит тоже перекрутка идет вот как-то так здесь теперь тазовую кость нужно немного подкорректировать R перекрутить перекрутка значит грудной кости где ребра так эта рука у нас куда уходит а ну-ка смотрим а эта рука уходит у нас вперед R перекрутка так а что тут у нас ух ты что-то тут пальцами все вывернуты это почему так так это кость значит а ну-ка это палец ctrl z ctrl z это не есть good и как же так же вывернула на каком этапе передвижения вот тоже есть косяк вот этот когда берешь ага ах ты вон ты как а ну-ка значит центральную отвязываем и теперь G поправляем значит у нас палец на место а ну-ка раз просто нужно его по ригу немножко вернуть так а ну-ка попробуем значит выделить вот так вот нажмем alt G alt R все назад вернулось все нормально прописываем значит пока английская А и чтобы все это дело не сбилось опять вот потянул не за ту кость где-то и получаются вот такие вот неприятности тут еще вот вот эта рука начала капризничать значит 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 alt g alt r alt g alt r английская а и прописка и пробуем если сейчас потянулись и будет опять тянуть мне все нормально так эта рука значит уходит на излом перекрутка у нее идет и поправляем локоть немножко значит в бок вот так теперь перекручиваем голову так ну вроде бы все нормально перекрутилось но упор упор идет вот на эту ногу которая стоит а вот эта нога должна значит где-то вот так вот быть теперь значит r g перекрутка g немножко подъем и подальше наверное это ногу чуть-чуть с выкрутом и упор еще больше на ногу так это значит косточка вперед так а у нас можно все раскрывать может полегче будет анимацию делать вот за что я и говорил что тут немножко с управлением конечно лучше свой делать рик столько много персонажей что приходится значит использовать миксам так ключи теперь перекручиваем ну вот как-то так и колено на ровную позицию и немножко еще его больше в наклон голова перевернута ну вроде бы как бы похоже теперь только что кисть руки нужно выровнять и посмотреть на какой она позиции ну в принципе близко к телу они не должны быть локти потому что он бежит вроде бы как бы так английская а и делаем прописку так есть потом будет корректировка так что пока нужно раскидать этот блокинг покадрово так мотаем это значит на пятом кадре вот на пятом кадре персонаж становится на одну ногу так упор идет полностью на одну ногу а эта нога подтягивается ближе к нему раз сюда и вперед уходит больше значит к центру так а эта нога значит еще больше уходит вперед вот как-то так так немножко перекрутка теперь первая вот эта правая рука уходит вперед делается значит и перекрутка можно даже потом в кулаки чуть-чуть сжать так опять же колено не забываем колено еще больше выкрут на зеленом ходе немножко не видно и тут вот какая может быть кака вы видите что вот эти кости они значит не привязаны вот и они могут прятаться уходить так что держите в поле зрения есть такое дело раз он на ногу становится и рука ушла вперед то возвращаем ключицу так нужно найти еще ключицу так вот она наша ключица и ключицу значит выворачиваем назад можно нажать сочетание клавиш alt z alt r и прописать ну чтоб вернулась назад на исходную где это все дело было так а это рука ну ка должна немножко уйти это как же она должна уйти это значит где-то вот в таком духе и немного значит вдоль ноги она как бы уходит вот так как-то так прописываем а и и проходит прописка идем дальше смотрим что вообще получилось что так неплохо теперь нам понадобится десятый кадр так а ну ка что у нас на десятом кадре вот видите переход десятый кадр неудобно вам показывать но надеюсь на дальнем плане видно по ходу сейчас будем значит так нога стоит вот это мы на десятом кадре ее просто ставим ровно так она пусть стоит именно на этой точке мы от нее будем отталкиваться теперь значит мы G перетаскиваем таз вперед рука у нас уходит вперед немножко можно опять же перекрутки добавить но пальцы я потом уже буду сидеть создавать аддоном вот эти базовые значит сжатия разжатия ссылку на этот ролик кину в описании теперь ориентируемся именно вот на эту ногу а на которой он стоит мы вообще не двигаем чтобы прочувствовать вот это значит бег теперь у него получается выправляем немножко таз спину не забываем те кости которые мы уже крутили чтобы потом сильно не сбиваться на крайняк всегда можно вернуть значит нашего персонажа на исходную позицию да так натяжку делаем ноги рука значит уходит еще вперед следующая рука у него где-то там потом ее тоже подкорректируем так нога оторванная уходит нога вот видите колено надо не забывать корректировать и нога становится недалеко а вот именно вот таким вот образом ну по телу и немножко значит таз мы теперь раз упор уходит на эту ногу таз перекручиваем кверху и перекручиваем вот к этой ноге на которую будем становиться вот упор пошел вот это таз развернулся следом что у нас получается а эта нога теперь должна оторваться да но оторваться каким боком значит точку примечаем можно делать каким образом смотрите вот есть вот это annotate и просто поставить допустим здесь полоску вот это здесь будет значит нос вот этого нашего потом их стереть можно тоже покажу как сразу покажу на переключаемся и вот она красная annotate эластик этот так теперь переключаемся можно на мов на транспорт этот и здесь теперь уже смело значит ставим ногу сюда я вот не знаю так какие тут перекручиваете а все понял ctrl z вот она вот эта косточка вот она ногой шевелит а здесь значит нужно выбрать как вот ее выбрать и куда она крутится я этим ригом так плотно не работал как так то наверное натяжечку ей даем и значит выбираем вот этого всего гаврика через shift можно выбрать остальные кости не трогаем только ногу так она так не прокатит с этим ригом так забудьте с этим ригом такая штука не прокатывает вот но главное чтобы вот эту точку не потерять спина вывернута значит это вот реберная часть перекручена должна быть так это значит R тогда подтягиваем опять вот эту кость вперед и делаем ей больше наклон это значит играем на тазе вот так и натяжку даем на руку как бы освобождаем ее делаем ей больше свободы давайте А И сделали прописку нормально таки теперь не забываем промежуточные кадры это вот сейчас будет у нас 12 потом еще может быть какой-то так вот этих вот я сейчас зайду в object mode выбираем персонажи вот этих так вратаря оставлю английская H скроем значит наших вот этих ненужных товарищей а потом они появятся это глаз мозолит пока он все равно не нужен так опять же в post mode и здесь у нас главное не потеряться на какую точку он должен прыгнуть ногу перестать теперь смотрите ставим вот эту ногу можно в натяжку делать и на эту ногу перетаскиваем таз вот все он встал и нога поднялась еще выше и значит семерка на нам падет таз перекручивается к этой ноге а вот эта часть реберная можно немножко еще довести типа ну такой перекрут сделать так так и теперь руками занимаемся руки нужно так вот эта часть это голова но тоже можно задействовать пусть движение будет побольше побольше значит перекрутка опять же перекрутку делаем на кисть руки вот как-то так 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 тут таз уже выровнен и кисть руки уходит в вот в эту сторону значит это здесь вот так будет на получше и теперь упор делаем на эту ногу колено колено отводим побольше в бок так а это колено наверное вот так как-то расхождение тут прям нехилый у персонажа нужно было наверное дополнительные кости добавить так теперь G эту ногу поближе вот так под углом английская А и прошла прописка ну-ка ну-ка тут у него стоит задержка и на четырнадцатом кадре на четырнадцатом кадре нужно поставить персонажа на полную ногу подтянуть ему значит ногу вот эту подготовить ее под удар чуть-чуть значит ее перекручиваем возвращаем вот именно вот эти возвращения не очень так сказать прикольная штука неудобно проще обычными костями лично для меня обычными костями как-то проще это все дело руководить так теперь семерка на нам паде перекручиваем таз делаем завал на вот эту ногу перевод упора полностью на левую ногу и подготавливаем персонажа я так понял к удару так теперь у него что у него тут получается у него получается что вот эти кости это аль-джи альтер назад выставляем так что у него там с головой голова выкручивается в сторону значит наших ворот давайте тоже аль-джи аль-джи нажмем крутить лучше через верхний вид это чтобы не ломалось или отключить значит по осям прокрутку отключить значит ротацию по осям которыми ну как не задействовано замки поставить и будет крутиться только в нужном направлении допустим по кругу там да так теперь что у нас тут желательно наверное выделю вот так вот кости и сделал так а как же сделать-то сброс аль-джи аль-р тогда не прокатывает control-z вот есть если тазовую кость вернуть назад то она возвращается на первый значит кадр на то место ну будем тут подшлифовывать потом значит это не проблема так немножко посидеть и он подгадается и все будет алисгуб так семерка на ампаде значит тело перекручиваем и у меня садится батарея идем дальше так здесь он уходит полностью на ногу значит эта нога уже у него аж вот тут должна быть а этот таз перекручивается вперед спина тоже перекручивается упор дается на значит вот эту сторону потом можно еще будет подкорректировать именно ключицы там кем это так а вот эта штука вот эта рука она поднимается еще выше локоть можно тоже подкорректировать и здесь вот мне не нравится что так это какая кость тут не задействованная вот это наверное так а это вроде бы как напряги рука должна быть и в локте согнута так теперь значит G немножко вперед и вот гражданин готовится к удару мяч летит английская А И прошла прописка так а вот здесь самый кайф да так здесь он на полной ноге стоит да здесь у него получается на таком кадре на 18 кадре много кадров будет отсутствовать придется их еще доделывать пусто но это 2D это на 3D лучше почаще эти кадры так и получается нам нужно оторвать его от земли отрываем каким образом смотрим где у него находится ступня и эту точку вложим вот вот эту точку нужно нам именно зафиксировать потому что он от нее будет плясать значит что мы нашего персонажа значит вы вытягиваем вперед поднимаем его выше на полный на полную вытяжку и уводим левую ногу вот сюда поровнее ставим так выравниваем теперь выводим на вот эту сторону задираем стопу ногу на более менее ровный вариант так теперь G колено вытягиваем упор значит идет на вот эту сторону стопа L что у нас тут со стопой давайте перекрутим перекрутим выравниваем и подгадываем тогда колено эти перекрутки в процессе значит как делать не подгадаешь их нифига бывает если долго делать она потом уходит но здесь вот лучше конечно использовать вот эту руд кость это значит английская можно нарисовать опять же где должна вот это быть нога где-то тут так вот видите уходит так что ладно будем по старинку значит тазовая кость делает этот тазовый завал G протяжку перекрутку делаем нашему персонажу так вот эту по-моему еще кость надо вернуть на место так вот эту где там идет рука так даже изченая прям поболее туда вытягиваем вот так теперь нога нога у нас значит перекручивается и G поднимается кверху и больше вот это выравнивание так теперь значит что перекрутку делаем ноге таким вот образом и теперь G R побольше выкрутки займемся руками эта рука должна вот так вот быть вот этой чтобы поломки не было опять же RIG видите как устроен что если на inverse kinematic вы настраиваете свой RIG то у него и плечевой поиск работает а здесь в принципе нужно еще ключицу доводить и самому вот это все дело ключицами с плечами все подгадывать и тоже неудобно так ну локоть вроде бы нормальный жопа вроде выровнялась вот единственное что здесь потом можно шипки подкорректировать я тут бы конечно еще поставил кости от стаза можно добавить наверное или нельзя надо будет тоже экспериментировать если что ну уже блокинг будет сделан и поэтому можно будет его потом корректировать изменять добавлять какие-то кости и все будет хорошо так он же должен смотреть куда на ворота правильно вот сюда и повышу голову все нет сын бьем по ничу так английская а и ну в принципе должно быть вроде бы он оторвался а ну ка о здесь самый интересный момент будет сейчас рассмотреть было так так давайте 22 делаем что у него там куда какая нога пошла бьет то он правой так здесь он в принципе уже должен быть у ворот нужно потом его будет анимацию чуть поближе переписать поближе к вратарю потратить это значит прыжок здесь уже будет хорошо значит выбираем ноги выбираем руки а ну как если а из всего персонажа вот видите вот здесь вот рут кости вот это вот вот если сейчас ее двигать вот мы передвигаем всего персонажа вот за нее тоже не забывайте просто она бывает не нужна она в принципе если на риге на риге я ее не ставлю в принципе бесполезная кости все можно сразу переносить или выделить все и перетащить куда надо без гемора так теперь значит мы это все делаем выбираем кручим главное чтобы никакие кости потом не потянуло это тоже бывает такая жесть перетягивает а он и вот у нас тут плечевая штука сейчас будет вот это плечо перекручиваем кисть и вы видите что произошло с кистью почему потому что я перетянул его персонажа и сразу где-то что-то тянется вот это не есть год это самая нехорошая штука проверяем руки значит будем вертеть по старинке р завал выбираем ноги так перекручиваем выкручиваем спину ориентируемся на номер вот этот если он прям сильно исказится искривится то тогда вот видите что нужно какие кости возвращать так здесь значит р назад эту косточку в эту сторону перекручиваем это значит сюда и играем по звонкам ну а здесь уже все равно никуда не деться делаем таз так по тазу посмотрим что у нас таза так перекручиваем таз чтобы выравнивалась вот эта более-менее футболка и ноги тоже так что у него там здесь у пола держится рука в принципе правильно у нас получается единственное наверное она должна быть значит где-то так в принципе так она где-то от плечо плечо угол должен держать тут все в принципе правильно попало теперь просто нужно поджать на ногу вот сюда вот таким вот образом свистить наверное еще где-то стопу перекрутить подтянуть и когда вот так человек прыгает он прям близко ноги подтягивает так и вот эту ногу тоже она должна где-то прям вот таким вот образом быть как джинь вот а это рука она вроде бы как подстраховывает и ну когда человек прыгает он вроде старается как бы защитить и держит вот этот ну как зону падения так назовем что у нас тут с плечом в принципе ключицу можно оттянуть это левую а правую это уже можно вытянуть вперед ее где-то приподнять и так она в принципе играет роли а ну ка если джи да вот можно уменьшать регулировать движение плеча именно ключицей что не есть гуд и вынесена она вперед вот сюда косточка тоже не очень это все дело лично для меня да так а что у нас с этой ногой а эта нога перекручена нужно вернуть назад джи приподнять и теперь найти где есть ее колено так а куда наш персонаж должен смотреть а персонаж должен смотреть на землю потому что он очкует балансировку должен держать полюбаться и как-то голову так не делайте как я джи вот эту не нажимайте а то здесь кости отвязаны и получается что кости отвязаны и будет она передвигаться именно вся шея потом вот если взять видите потом конца и края не найдешь где у него там что находится так ну пока вот так оставлю базу а и прописка прошла так смотрим как у него с пручком так это у него идет прыжок вот здесь придется уже менять эту штуку анимацию где-то придется дорабатывать поближе подсовывать поправлять сюда ногу одну допустим вторая еще на вытяжке должна быть так рука еще больше вдаль уходит и спина еще здесь более менее ровнее так это R заворот у него такой идет здесь стопа перекручивается вот таким образом и потом по боковой смотрим корректировка кистей локтей вот локоть видите уже рука ушла здесь ее нужно немножко довести назад но она уже готовится вытянуться полностью да и она по-моему еще должна как бы чуть-чуть пониже быть так и плечо плечо как бы повыше ну пока так а и чтобы было больше промежуточных кадров буду потом шлифовать так толк щелк у него идет а вот значит вот этого полета нету да и получается этот полет у нас уже опускается значит выбираем руд в кость и G двигаем персонажа вперед немножко значит перекручиваем стопы еще немножко подтягиваем а эту ногу можно еще повыше как бы А И а ну-ка теперь есть движение он пошел персонаж но единственное что возможно толчок здесь вот у него слабый больше пролететь должен а ну-ка так раз да тут еще больше он пролетает А И И тогда передвигаем полностью вот эту нашу анимацию еще вперед А И И опять же зарут кость все кости передвигаем смотрим как он летит чтобы не было на одной линии это все дело вот здесь уже тормоз раз вот 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 эту часть еще нужно дальше вот так у нас до ворота долетит так и вот это теперь значит вот кость А и прописка и вот этого нашего гражданина вот как раз он долетел до ворот и вот дальность прыжка появилась протяжка нюх все зашедит дописываем значит нашего персонажа это 24 кадр самый прикольный он падает на спину падает на спину так и как же это дело обыграть обыграть нужно вот так значит английская А Alt G Alt R прописываем вот эту базовую теперь и вот эту root кость берем и протягиваем значит нашего персонажа до точки где он должен быть в позе и просто теперь с базовой позой делаем значит мы вот эту стукенцию так и тут опять же если я сейчас root кость перекручу в принципе она мне нафиг не нужна мне нужен персонаж это я если выбираю значит полностью персонажа и через штык отключу root кость это то получается мне его нужно семерка на нампаде значит R перекрутить и крутится он видите у меня крутятся руки значит выбираем root кость серверка на нампаде перекручиваем значит root костью все это дело он должен у нас он должен у нас значит быть на спине мы его сейчас тут же положим значит G R перекрутка теперь значит таз нужно еще немножко перекрутить вот так где-то так правая рука у нас уходит в сторону значит ворот R перекручиваем ее выравниваем G натяжка так а вот здесь уже потом вставлю кости наверное еще ну как как я сам своим персонажем вставляю и нужно будет ролик покажу именно сравним мой вариант удобнее или вот эти вот миксамовские так что тут еще а спина выгибается таз перекручивается и левая рука а туда выходит у нас левая рука а левая рука у нас под контроль земли вот так так теперь значит правая нога G бьет по мячу и вот видите вот опять же раз она зависит приходится корректировать вот этой костю которая ушла очень далеко и получается у нас теперь колено надо ее возвращать так на больших сценах можно эти кости повторить так куда-нибудь потерять что как у него там так это равняется древние батоны и выкручиваем значит ногу и значит теперь колено нужно найти вот это гемор с этим ригом так и вот эту ногу а эту кость и стопу значит р вот это да заморочка чисто с одной ногой на такое время вместо того чтобы просто взять и стопу поставить вот эта косточка чтобы была привязана именно к стопе какой-нибудь части чтобы она постоянно находилась здесь так ну ладно так здесь теперь что он не может же так быть он должен еще больше быть перекручен а эта нога должна быть вывернута значит вот сюда твою копать перекрутка стопы нога должна быть вот здесь где-то r перекручена и g как-то так-то ну-ка ну-да тут немножко еще больше значит сгиба и рука значит почти над головой вот так как-то и еще опа control z нажал g r его ну голова она должна держать этот горизонт вот так как-то это вот здесь крючится мне вот эта очень нравится она весь вид портит а и прописка как мы смотрим что тут получилось он значит бежит бежит и так раз и бам но теперь тут нужно высоту поймать высота у него была вот на этом уровне даже если он подлетел он должен значит по вратарю если подгадать в принципе где-то он тут и должен быть может даже поближе просто ну да нормально недалеко должен от земли уже быть и тут вроде бы он пониже как бы потом уже подправим так и вот теперь самое интересное что выравниваем просто ногу R перекручиваем так удар произошел а вот вот эта нога теперь уходит вперед он на ней должен ехать и вот этот значит значит эта рука уходит еще больше и перекрутка таза вот спины да вот таким вот образом и рука теперь должна найти по земле так вот тоже косяк в чем что локоть здесь вот он его локоть поправляем и нужно смотреть чтобы тогда будет передвижение значит руки у нас кисть была кистью ни кверху ни книзу так вот таким образом и теперь значит у него должна включиться вытянуться здесь что у него получается в принципе нормально только так я думаю будет нормально и это награждаться на вытяжку где-то вот сюда это это по-моему а что так подтягивается где у нас тут колено ну и жопу наверное по одной короче полосе вот так все это дело крепим все нормально а и прописка и находим root кость и теперь g вот где-то вот тут он должен оказаться и у него должен еще промежуточный быть значит так вот здесь у него должен еще быть так ctrl z там близко а так в принципе нормальный прокат у него так вот здесь у него идет удар и когда он ударил здесь уже нога наверное должна к нему поближе и рука уже на движуху сюда как так Испит он, значит, землю рукой нашел и, значит, покатился. Нога упертая, эта нога уже к себе. А, И. Нормально. Так, теперь, значит, английская А, R, перекрутка, G, ага, не катит такая штука. Опять нужно искать эту руку, пусть блин. И теперь, значит, R и G. Он дальше, значит, катится, но уже нога... Так, вот это дело, значит, выше поднимаем. Нога, вот это, значит, уже... Так, или, наверное, таз. Так, наверное, все-таки таз уже перекручивается. Так, и вот эта вот рука... Что-то капец внести. Я его маму. Так. Так, в упор не вижу теперь, значит, управляющие кости. RG, RR. Это Маграм. Вот она, вот это должна быть кисть, ну да, вот они неприятности с этой грудкостью. Чтоб я всего персонажа передвинул и всё, нет, она должна тоже в ГЭС участвовать. Так, теперь, значит, ключица подтягивается к верху. Рука, значит, выравнивает RG. Так, теперь что у него там? RR на таз, он подседает, поднимается G. Рука уже, значит, тянется за ним. А эта рука уже, значит, ищет землю. Ну, как-то так-то, и что у него там по ногам? Вот эта нога уже должна на торможение выделять. Так. Ну, и теперь по руке. Рука сюда, значит, уходит. Что тут включится? Значит, ключица перекручивается. И ищем опять этот локоть, я его маму. Вот она. Так. Так. А эта рука, наверное, всё-таки должна... Ctrl Z. Рука, наверное, всё-таки должна лежать как бы на ноге, что ли, да? Вот на эту ногу. Так, а ну-ка, R. Ну-ка, как бы суставы, должен он контролировать, да, при падении? Где-то вот тут вот суставы у него должны быть на эту ногу. Или вот так, наверное, всё-таки. А, и раптистка. И последний кадр у него, значит, 41. Значит, английская A и G. Так. А чё, при нажатии A грудкость чё не выделяется, что? Оп, она её так нельзя, значит, опять. Да иди, давай её копать. И теперь, значит, R. И теперь, значит, R как-то вот так. Ры. И руку теперь поближе поставим сюда. И теперь нужно перекрутить тазовую кость. Он бы всё-таки уже, как бы, доехал. Ноги, чтобы не провалились в пол. Теперь надо найти руку. Это какая рука? А вот это и есть рука. Ох, видите? Переломало. Ну и опять же, наверное, A G, A L. Вернём, значит, голову на исходник. Так. Вот это что такое? Эй. Перекрутим стопу. Это чья колено? Это его колено. Так вот. Продолжение следует... Ну, можно потом сделать, как будто он завалился, как бы, на бок, наверное. Ну, посмотрим. Это, ну, конечную пока вот так вот оставлю. Ну, как это не конечная, это ещё до корректировки. И теперь RG, RR, чтобы понимать, где тут что. Продолжение следует... И с конечной штукой тут... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а где ж это колено перескать? Так, бутсы сверху... Так, а где ж это колено перескать? Так, а где ж это колено перескать? Так, вот это уже колено потерялось, так, это колено, вот это колено, да, где другую колено, а швоз за воротами, мифи, а тебе. Теперь, значит, вот эту штуку R, easy, ну и пока на том оставим, да, ладно, ты же пока такая статья, а, и, все, прописка прошла, давайте посмотрим, что тут вообще происходит. Сохранил сразу файл, это файл, значит, save as, линкованный. Итак, на исходную отключаем видимость ненужного и смотрим play. Так, ну, кадров не хватает, в принципе, можно использовать анимацию вот этого вратаря, просто развернуть ее в эту сторону, отзеркалить и все будет дошибись. Только мяч полетит в другие эти, в другой угол. Так, заходим в object mode, alt-h, возвращаем видимость всего скрытого. Так, что тут с арматурой. Арматура у всех. Ну, в принципе, вот это дело пока я остановлюсь. Потом надо будет сделать уже анимацию второго игрока, который будет это все дело, значит, догонять. Вот он тут сзади присутствует, потом... Что-то как-то у него там... Он затормазывается, что ли. Ну, как-то так-то пока. Сейчас немножко для заставки ролика. Хотя у меня там картинка блатная, вы видите. Так, что я обещал показать? Как скрывать, я показал, значит, это... Выбираем, допустим, какой-нибудь персонажа и возьмем английскую as. Вот, ритм скрыть можно самого персонажа. Чтобы он назад появился, это alt-h нажимаем, все, кто скрыто, появляется назад. Так, по аддону, по рукам ссылку оставлю в описании. Ну и пока, значит, на этом дело останавливаюсь. Все, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok